Мы эту тему рассматривали и в экспертном совете по модернизации промышленности комитета промышленности Госдумы, и на фракции ГПРФ я готовил по поручению нашего председателя Андреевича Зюганова. Я хочу сказать одно, в случае победы, такой в общем-то окончательной победы, она сейчас у них пока промежуточная, возможно она и первая, но если окончательной победы будет, то было прямо заявлено о прекращении работы смежных предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса с российскими предприятиями, а это ни много ни мало 143 предприятия, которые расположены на юго-востоке Украины, в Харькове, в Днепропетровске, в Донецке, на территории Крыма, теперь уже Крыма, который входит в состав России. Когда мы стали анализировать представителями экспертного совета и ВПК ситуацию, связанную с развитием двусторонних отношений, оказалось, что из 143 предприятий, 40 предприятий, которые являются смежниками в России, в случае разрыва отношений с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины, потери для нас это являются критическими. Прежде всего это предприятие, крупнейшее Южмаш, производящее эксплуатацию стратегических межконтинентальных ядерных ракет РС-20, которые являются исключительно продукцией еще в советское время предприятий Южмаш. И у нас по кооперации с ними идет техническое обслуживание и поставка запчастей к этим стратегическим ракетам как раз оттуда. Еще одна группа предприятий, это предприятия Николаевского завода Нива, которые делают газотурбинные двигатели для новейших судов и военных кораблей России. Там получен заказ на 31 такое судно, на 31 такую турбину, которая является единственной, кто их производит. В случае их прекращения Россия вынуждена заморозить будут контакты в этой области. И так можно перечислить еще около двух десятков предприятий, где у нас очень важные смежные связи. В случае потери России этих контактов мы вынуждены будем в ближайшие 7 лет затратить еще 30-40 миллиардов евро на восстановление и плюс 7 лет не будем производить эту продукцию, имеющую стратегическое оборонное значение. И таким образом, фактически, и вот таким хитрым ударом в тыл через наших партнеров будет подвергнута, поставлена под угрозу наша обороноспособность. И в этой связи, в виде, какая ситуация сейчас складывается на Украине, там фактически легитимной власти нет, а нелегитимная власть, которая пришла по указке Запада и под давлением западанских бандеровских сил, пытается провести вот такую позицию управляемого хаоса. В этой связи, конечно, Россия не может и не должна быть в стороне в связи с нарастанием беспорядков и бесконтрольности на юго-востоке Украины.